Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Все города, привет Вот, кстати, видел вашу будочку в торговом центре около моего дома Это в Петербурге? Да, в Ситимоле Зашел? А там никого не было, я постучался Потом понял, что двери стеклянные, стены стеклянные, и там никого нет Черт, обиденный перерыв Слушай, ну а вообще, вот, как бы, Степан, когда первый раз пришел, он говорит Слушайте, вы дайте свою наклейку, у меня есть студия дома, я там все наклейки вешаю И у него есть даже фотографии где-то в Инстаграме, где прямо на Страна ФМ на самом деле Ну не дома у меня студия, у меня студия-студия, как бы Раньше была дома, дома студия, и там негде было наклейкой наклеивать Но это еще круче, это уже все на уровне будет Сейчас у меня специальная дверь, да, и все, кто приходят, знают, что мне приносят наклейки всякие разные И в том числе наклейка вашей радиостанции там висит в самом верху Телерадиоканал Одна из первых, кстати А я вот подумала, знаешь, почему дома? Потому что ты так много работаешь, ты так много трудишься У тебя прям хит выходит за хитом, но не у тебя, а у твоей команды И вот сегодня у нас очередной повод Да, я готов снабжать вас этими поводами каждый день А мы готовы все это крутить в эфире, естественно, что само собой разумеется Друзья, вот в октябре был концерт в «Взвестиях холл», да, если я не ошибаюсь Я на этом концерте присутствовал, я там отплясывала лихо, где-то левее Я думаю, что если ты смотрел в зал, ты видел Вот, и там как раз состоялась премьера фильма Клип «Районные кварталы» Да, да, премьера песни Да, премьера песни «Районными кварталами» И... И... Концертное видео появилось в сети Инстаграм Концертное видео в сети появилось, но оно не с московского концерта снято Оно снято было в Петербурге через несколько дней после того концерта, на котором ты отплясывал То есть меня там нет, да, в этом клипе? Да, там есть Петербург, самый большой клуб петербургский А2 Вот, наш любимый Питер, и вообще там вся атмосфера концерта И пока, пока мы придумываем с Олегом, с режиссером этого клипа, с которым недавно познакомились Сценарий клипа, потому что у нас получается, мы так все очень круто... Хочется просто так все сделать, понимаете, киношно, масштабно, чтобы все сказали «Вау» Так всегда говорят о песне «Вау», а хочется, чтобы клип был не то, чтобы не хуже, чем песня А был, как, знаете, как суперупаковка в супервкусные конфеты Слушай, знаешь, как критерий хорошего клипа, когда после клипа говорят поклонники «Ребят, снимайте на этом полный метр уже» Да Точнее, видите, уже киношку нормальную хорошую Слушай, а поклонники даже после концертного видео говорят «Вау», потому что я знаю, что недавно просто вы его выложили в сети Сколько просмотров там сейчас? Я последний раз смотрел, там было что-то... Миллиончик есть? Где-то около двух с половиной миллионов Вот так вот, и что пишут? Какие отзывы, какие комментарии? Отличные комментарии, на самом деле она расходится, как горячие пирожки ВКонтакте, в первую очередь Все говорят «Вау», всем очень нравится Я, в принципе, предполагал, что так и будет, потому что когда я написал эту песню, у этой песни, во-первых, история интересная, я ее написал в самолете, когда летел из Москвы в Оренбург, вот, по дороге, и еще эта песня полностью написана на айфоне, без использования каких-либо других инструментов Серьезно? То есть ты там забивал дамку какую-то? Как ввел в такое, знаете, состояние ожидания И приехал в отель, и тут же написал слова, мелодию, записал, сделал демку и понял, что вау, вот это, конечно, круто Слушай, вот мы тоже сейчас находимся немножко в ожидании, ты сказал, что там в основе лежит некая глубокая история, о чем эта песня? Ну, это песня о том, как два человека могут, если они любят друг друга и вообще доверяют друг другу, поддерживают друг друга, несмотря ни на что Во-первых, они могут найти друг друга для начала, в каком-то, знаете, когда бывает жуткое такое одиночество, когда многие думают, что ну все Типа я так буду до конца жизни один Нет, однажды каждый из нас встретит кого-то, того, с кем он в итоге пройдет всю свою жизнь вместе И все преграды, проблемы, так взявшись за руки, возможно вообще сломать любые стены Все, слушай, это история все-таки основана на реальных событиях в твоей жизни, да? Это реальные два человека, ты и... Конечно, я моя жена Катя, да Ну, это песня про нас, как, в принципе, все мои песни Я, на самом деле, у меня есть такой минус, я не умею придумывать Если бы я умел придумывать, как бы, песни, наверное, было бы легче И они бы выходили в десять раз чаще Но, увы, я не могу бы так сесть и какую-то историю придумать Слушай, ну зато бы это было не так честно, как получается у тебя Ну да То, что есть, раз, и все, и получилось И знаешь, какая особенность еще обычно, если люди подают какую-то глубокую философию, лирику, да? Они, ну, как бы делают медленно что-то А у тебя получается, у тебя вроде динамичный танцевальный хит А начинаешь слушаться слова и думаешь, вау Вау, вот это вообще вселенная Это тоже, на самом деле, отчасти, отчасти, для кого-то это, наверное, минус Потому что люди, когда хотят потанцевать, они не хотят думать ни о чем Но для меня нет другого варианта Я делаю так, как мне подсказывает мое сердце и мой разум Потому что, ну, я не могу, например, без смысла песню написать Ну, то есть, так вот, ля-ля, там, знаете, тополя, типа того Ну, а зачем, как бы, гусеникать? Для меня это очень сложно, и я продумываю каждую строчку, каждую рифму Чтобы, например, не рифмовалось на глаголы Обязательно нужно, желательно, на существительные Вот, потому что, как говорится, на глаголы это уже зашквар Слушай, ну, смотри, вот я как технолог, мне интересуют технологии, прежде всего Смотри, ты бежишь песню, допустим, есть вот первоначальный вариант У тебя много потом корректировок после этого получается? Или вот оно получилось, что вы по сигналу из космоса пришел разбах и песня? Да, самое какое... у меня тактика такая Сутки песня, то есть, если ты сел записать песню То есть, ты можешь начать делать совершенно что-то другое Какую-то другую мелодию играть, там, не знаю, другую аранжировку Я начинаю с аранжировки, я делаю аранжировку сначала Потом, если эта аранжировка меня качает, я начинаю Обычно это примерно в 5-6 утра Я начинаю писать мелодию Обычно, если аранжировка готова, все накачает, бит качает, все в этот момент уже чакры, так сказать, открываются пути из космоса, мне посылают сигнал. И вот на самом деле, серьезно, когда музыка заводит, грубо говоря, то сразу же и мелодия рождается, и текст. И я делаю так. Сначала куплет-припев. То есть самое главное, чтобы было уже, было. Но если я не усну, не закрою проект, пока не сделаю куплет-припев. Подожди, я просто подумал, как хорошо, что появились наушники, потому что если бы к тебе вдохновение приходило по старинке в 6 утра, да, то у твоих соседей бы чакры. Я дома ничего не пишу, я пишу только на студии, потому что дома... Ты там ночуешь, что ли, получается, или как? Ну да, серьезно. И как? Жена Катя реагирует на это? У меня там вообще все шикарно. Большая, огромный диван, все очень уютно. В центре Питера все есть, кухня, чалаус. Грубо говоря, есть дни, когда ты говоришь, жена Катя, извини, но я нужен творчеству, и уходишь на пару дней с котомочкой еды, да? Ну не беру чтобы еды. А просто ухожу, и все... Слушай, жена Катя живет с творческим человеком, она все понимает прекрасно. Ну да. Вообще, как все это происходит. Катя у нее скучает, и порой приходится очень сложно, вот, и это очень влияет на наши отношения, но как говорится, как сама Катя говорит, я, ну, каким взяла, как бы, вот такой, если бы не знала бы, то... Я, правда, у меня вот недавно Катя написала, что у меня есть жена, а есть любовница музыка. Ну... Либо наоборот. Ну с ней можно мириться, тем более, что любовница музыка, она все о Кате. Слушай, у нас такие, такие трогательные отношения вообще. Ты даже не представляешь, какие. Я вот слежу за Инстаграмом, Степа, и он все время, он даже приезжает в Москву из Питера, он, у него есть небольшой перерыв между эфирами, и он идет в магазин и покупает жене подарки в сумку или платье. Что ты в этот раз купил? Слушай, Степа, ты не против, если прямо сейчас песнь-то уже зарядить? Уже же как назрел момент. Давайте прямо сейчас группа Марсель районами-кварталами на телерадиоканале Страна ФМ. Поехали! На небе только слезы усталые, а я бегу к тебе районами и кварталами, и пускай вокруг всех нас считаю странными. Странными Ты меня спасла в этих чугьях каменных Обняла, согрела, наплевав на правила До сих пор не знаю, как ты под ранами Разлетела реки с океанами Океанами Там, где рождается в тумане Утреннем рассвет Где крики переходят на шопа Где черно-белые картины Обретают цвет Тебя однажды я нашел там Там, где танцуют на стекле Разбитым босиком По кругу эти странные танцы Ты словно бабочка кружила нежно и легко На кончиках пальцев На небе только слезы усталые А я бегу к тебе районами и кварталами И пускай вокруг всех нас считаю странными Странными Ты меня спасла в этих чугьях каменных Обняла, согрела, наплевав на правила До сих пор не знаю, как ты под ранами Разлетела реки с океанами Океанами Так мало времени и столько нерешенных проблем В круговороте серых будней Так мало надо, чтобы стать счастливой всех на земле Хотя и кажется, что это трудно По нашей жизни снимут фильм о том, как мы воём Выходим в открытый космос О том, как мы с тобой весь путь пройдём Через терни их звёзда На небе только слезы усталые А я бегу к тебе районами и кварталами И пускай вокруг всех нас считаю странными Странными Ты меня спасла в этих чугьях каменных Обняла, согрела, наплевав на правила До сих пор не знаю, как ты под ранами Разлетела реки с океанами Океанами Потрясающая песня Прямо мурашки у меня от неё А ещё больше мурашки у нас от клипа Но прежде чем мы к нему Но это не клип Ну нормально Мои у нас мурашки от того, что появится очень скоро Оно же появится в любом случае Конечно Ну вот мы будем ждать Слушай, все, кто не только слушал нас по радио Но и смотрел нас на телерадиоканале Страна ФМ Увидели, что там вышла твоя дочь Адриана Да, и мы знаем, что она пела на концерте Вместе с тобой Да, все остались Все знают в этом Все Я вчера Сегодня Когда я прилетел? Вчера вечером прилетел Со мной летела впереди Корнелия Манга И она как-то Ну не увидела сначала Она повернулась Так О, Степка, привет И такая Первая же, как видите Такая дочка Вообще, то есть Ну все Адриана, мне кажется Популярнее, чем папа Её знают все И особенно после этого момента Так вообще Она поёт Не знаю Как будто бы Всю жизнь научилась вокалу И никогда Я её никогда не учил Например А это гены, мне кажется Степка, гены Я никогда, во-первых, не верил в гены Вообще Вот, верь теперь После этого я просто не могу теперь Буду спорить со всеми Если кто-то говорит, что гены Это какой-то грехняк А нет, ребята Гены существуют И они работают И вот моя дочь Адриана Это прямое доказательство этому На концерте, когда мы исполняли Совместную песню С группой Крэг И с Ильяной Карауловой Песню Небо так любит нас Просто на последнем припеве Адриана выбежала на сцену Сама? Отобрала микрофон И начала петь припев Да ещё так Вообще Ни одной ноты мимо В гордость от народа Причём она вступила в такой момент Где начинается такая Драманбейсовая часть Ну, быстрая И я стоял там Даже на этом видео видно Где я там скачу Как бешеный Сзади неё Потому что я бы вообще восторгил Слушай, Стёп, ну скажи А ты бы хотел, чтобы дочь стала Большим артистом Певицей Чтобы она свою жизнь связала со сценой Я считаю так Так что я и сказал ей И вообще Как-то, знаете Поставил себе такую цель Если она захочет этого И она этого Как я вижу Хочет Ну, уже Это абсолютно Я буду ей помогать Вообще максимально Потому что, ну Ей повезло У неё папа Композитор Поэт Продюсер Генера 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 Балуешь Ну нельзя сказать Твой любимый ребёнок Но есть сын Даня И есть дочка Адриана И дочка для тебя Это вот Нечто совершенно особенное Ну я же, конечно Доченька Доченька Да у всех пап На самом деле Говорят, что папы любят мальчиков Сыновей На самом деле Не правда Все мои друзья У кого Старшие сыновья Потом рождается дочка Потому что Сыновья Это мамины Мамины всё-таки Дети Я сам очень люблю Маму свою Вот Потому что Ну мама Для пацана Это святое Вообще И Ну вы знаете Как я люблю маму Здравствуй, мам И вдруг Вы знаете Все странно знают Все странно знают Как я люблю маму И Я вообще Очень привязан К маме И Вчера В инстаграме К бабушке К бабушке Потому что Бабушка Меня воспитывала Когда мама Училась в университете Ну К чему я Потому что Девочки Девочки Любят пап Они знают Что папам Всегда всё дадут Всегда их обнимают И очень часто Этим пользуются Кстати Да, конечно Говорю тебе Да не очень часто А сто процентов Да так и должно быть Ребята Слушай, ты на маму Кстати похож Потрясающе Слушай Просто одно лицо Вот когда клип вышел Да Это фантазика На самом деле Ну просто один в один Да Ты вот сказал Что ты пост Вчера опубликовал Прабабушка Так как всё-таки Называется этот костюм Потому что я там Не долистала Это называется Мужская называется Малица А женская Паница называется И ты серьёзно Вот жил в таких Суровых условиях Где Северный Ледовит Агент Я честно говоря Я прочитал этот пост И думаю Я не знала много О Стёпе Ну А вот ты мне скажи Многие походу А до этого Я был пост Фотографии Съёмок Мы из будущего Ты всё-таки Переснимал Мы из будущего Как бы не знаю Я бродника Не скрывал Это У меня просто Эпостаси разных В которых я В жизни Поуспел Поучаствовать И я был Дизайнером И я до сих пор Большинство Обложек И так далее Делаю сам Был Наружно Занимался Наружной рекламой Делал Там Когда занимался Наружной рекламой Мне пришлось Научиться Сваркой Заниматься Цепи из лампочек Собирать Всякие Я тебе в роли Сварочек не могу Представить Ну Я тоже не представляю А вот да Слушай А скажи Если бы вдруг Так сложилась жизнь Ты бы не стал петь Не вышел бы на сцену Вот чем бы ты Мог бы заниматься Ну так профессионально Вот всю жизнь Мог бы посвятить свою Ой да много чему На самом деле Я могу спокойно Заниматься дизайном Неважно почему Абсолютно Трафическим дизайном Одежду могу шить А ты же хорошо рисуешь Шить прям можешь Я еще и шить умею У меня бабушка Моя У меня с детства Учила охотиться И шить Моя бабушка Ну вот подожди Обращайтесь пожалуйста Не ну подожди Вот одно дело Я действительно Очень классно шью Ну то есть Не наволочку для подушки А прям костюм можешь шить Могу шить Реально Я очень мелко так шью Как мне бабушка Сюда учила Слушай Мне кажется Это вот Сам бог тебе велел Уже одежду Могу мясником Можешь Мяско прям Ну то есть Я ничего не боюсь На самом деле В плане работы Если понадобится Так же вот Как я стал заниматься Наружной рекламой Ничего страшного В этом нету Любая работа Хороша на самом деле Слушайте Я хотел обратиться К нашим слушателям И зрителям Друзья Если у вас есть вопросы К Степану Пожалуйста Оставляйте их У нас группа Вконтакте Там вверху Прикрепленный пост Специальный Есть его несложно найти Ну и вот Сапайбер И обычные смс-сообщения Присылайте на номер Плюс 7909-928-1-89-9 Слушай Ну у нас вот Разнобой немножко Получается вопрос Потому что каждому Свою интерес Но тем не менее Я вернусь К этому твоему посту И к твоей татуировке Без прошлого Нет будущего Это у тебя одна татуировка? У меня первая татуировка На спине Она по-английски Написана No future without past Это моя первая татуировка Посвящена моей бабушке Почему-то Когда я захотел Сделать первую татуировку То есть У меня не было даже Никаких размышлений Кому она будет посвящена И что там будет написано Вот Я сам нарисовал И отдал татуировщице И она все сделала Потому что бабушка моя Меня сильно воспитала И вот Если это правда Посмотрите Загуглите Остров Калгуев Баренцево море Поселок Бугрино Там живет до сих пор Ну наверное Человек 200-300 Может быть всего Это оленеводческий поселок На крайнем За полярным кругом Это самая ближайшая точка К Северному полюсу Там же холод на космар Да Это Тебе после этого Китер кажется курортом Так маленький Ну такой небольшой остров Недалеко от новой земли Вот Там живут С одной стороны Живут нефтяники А с другой стороны Вот Изначально Как был поселок Маленький Бугрино Слушай, мне к тебе оказалось Что там такие холодные Суровые люди живут Ну мне кажется До тебя эта отпечатка не остается Ты же добрый, открытый и веселый человек На самом деле наоборот На самом деле наоборот На всем Я могу сказать Что везде на севере Живут очень добрые Очень добрые Такие честные Позитивные люди Потому что А иначе Там невозможно выжить Ну да Они бывают Такие Может быть Кому-то покажутся Неотесанными Или грубоватыми Но на самом деле Это все самые Широкие души люди Ну вот эта вот Широта души И зашифрована В твоей татуировке Это и есть твое прошлое Которое ты Ну я считаю просто Что Мы не можем быть Теми Сейчас И теми людьми Если бы Отказывались События, которые Произошли раньше Не повлияли на нас События и люди Я в данном случае Говорю о Своей бабушке Потому что Моя бабушка Действительно Самые такие качества Которые во мне есть Она Вложила именно она Тогда Как бы В детстве моем И так я пронес Через всю свою жизнь И так же Своих детей воспитываю И всех В принципе людей Я постараюсь Ну с твоим примером Как-то вот Степа у нас 30 секунд Буквально до конца этого Ты говорил сейчас О прошлом много А ты веришь Что у каждого человека Есть карма То есть чуть о будущем Да Что у каждого есть Вот такой путь И его никак не изменит Что будет То будет Ну вот Что будет То будет Я согласен С этим Потому что Я не люблю планировать Для меня планирование Самое такое Жесточайшее Вообще Что может быть И для всех Вот Никогда не покупаю Билеты заранее Потому что я не знаю Что будет завтра Вот Я считаю Что нужно жить Днем сегодняшним Но не забывать Про завтра А вне сегодняшней Мы у нас в студии Телерадиоканала Страна ФМ Степа Марсель Сегодня мы продолжим Очень скоро Будьте здесь Друзья Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ Замечательное утро На телерадиоканале Страна ФМ Продолжается В гостях у нас сегодня Степа Солист группы Марсель Еще раз доброе утро Доброе утро Доброе утро У нас есть Я напомню еще раз Плюс 7 909-928-1-89-9 В WhatsApp, Viber, SMS-сообщение Группа ВКонтакте Песня классная По поводу песни Районными кварталами Молодцы Группа Марсель Написал Михаил И Ирина пишет Ну вопрос Который тебе 150 миллионов раз задавали Но тем не менее Все-таки Ирина же хочет знать А у меня такой вопрос Пишет Ирина Что же вдохновляет вас Степан На написание таких Душевных текстов Жена гаден Ну во-первых Я пишу не только тексты Это на самом деле Отчасти Является Там не знаю Кто-то спрашивает Как ты пишешь такие тексты Кто-то спрашивает Как такие мелодии И кто-то говорит Как такие Вот именно Такая атмосфера Настроения Наверное В первую очередь Потому что я все делаю сам И то есть То что я представляю В голове Это все у меня Не раздельно Это все вместе Понимаете Я создаю все это вместе За Как я уже говорил сегодня За раз То есть Из музыки Рождается аранжировка Из аранжировки Рождается уже Стихи Стихи Причем рождаются Вместе с мелодией Что немаловажно Есть такая штука Метод написания песен Когда ты Пишешь музыку Включаешь Включаешь ее по кругу И просто берешь микрофон И поешь Так называемую рыбу Ну это такой Тарабарский язык На полуанглийском На полурусском Просто все Что вот поток мыслей идет Ты просто включаешь Рек И записываешь А потом Из этого выбираешь Лучшие моменты Они всегда бывают Лучшие моменты То есть Что ты делаешь Из чего ты делаешь Куплет Из чего ты делаешь Припев Вот Мини конструктор такой Да Переставляешь местами И так далее Слушай А можешь ты написать песню Когда в твоей жизни Бывают периоды в жизни Когда ничего не происходит Ну неплохо Некорошо Просто ровно Никаких событий абсолютно Ничего То есть обязательно Внешняя встряска Должна быть Да Ничего не пишу И у меня Как я уже говорил Мне сложно дается Когда Вот когда все хорошо Вот не зря говорят Что художник должен Голодать Вот сейчас хотел спросить Об этом Вот у меня такая же тема Я должен все время Бедная моя Катюша Но я все время должен Страдать Я очень эмоциональный человек Вы даже не представляете Я Для меня Даже маленькая проблема Это просто Все Я То есть из мухи и слона Для Степана Сделать это легко Это вообще про меня Я даже маленькую Какую-то проблемку Воспринимаю Как Как огромный Не знаю Пытаешься бороться с этим Как-то Потому что в большинстве случаев Мы все знаем Да Те маленькие проблемы Которые нам кажутся большими На самом деле Оказываются очень маленькими А зачем ему бороться Он это превращает В потрясающий музык Я на самом деле Сразу же Не отчасти И знаете Вот тот Тот там Уходит Из дома Кто-то там Что-то делает Не знаю Я просто сажусь И начинаю Тоже ухожу Но сижу И все это Эмоции мои Переходят В музыку Слушайте У нас осталось 35 секунд Что такое Как быть Как же быть Как быть Эксклюзив Спасибо тебе огромное Вот я не знаю Вот успеем мы в 25 секунд Уложиться Где тебя в самое ближайшее время И группу Марсель Можно увидеть Услышать Друзья Везде Отличный ответ Ждите клип на песню Районными кварталами Люблю вас Обожаю Качайте Слушайте И просто обнимайтесь Почаще Мы тебя тоже очень любим Огромное тебе спасибо Приходи Будем ждать И с клипом Кстати В первую очередь Когда он пойдет И с наступающим Тебя уже Новым годом И вас наступающим Спасибо огромное Спасибо пока Приходи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok